2019 год существенных изменений в экологическом законодательстве. Речь в первую очередь идет о новой реформе обращения с твердыми бытовыми отходами. Проект уже вступил в законную силу. Во всех населенных пунктах Ульяновской области установлено больше 3700 контейнеров. Работают 87 мусоровозов. Сбором и переработкой отходов занимаются региональные операторы. Пока прием ТБО ведется на двух мусоросортировочных заводах – в Ульяновске и Больших Ключищах. К концу года подобных комплексов станет больше. Точные места их расположения должны определить в ближайшее время. Федеральный бюджет на следующий год выделяет на данную реформу в Ульяновской области 303 миллиона рублей. Это федеральная субсидия на создание мусорообрабатывающих мощностей. Это как раз та позиция, которая нам позволит до конца 2019 года выйти на практически 20% объем обрабатываемых отходов. Выстроить целую индустрию по переработке – задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным. До 2024 года в стране должны появиться две сотни мусороперерабатывающих заводов. Подобные комплексы не загрязняют атмосферу и не производят каких-либо выбросов. Результат переработки – компост, стеклопорошок, шлакоблоки и крошка ПЭД. Выгодно и самим жителям. По словам министра природы, изменения уже заметны в Ульяновском и Корсунском районах. Теперь там есть и контейнеры, и регулярно приезжает мусоровозная техника, вывозят вот эти вот собранные отходы, и у людей уже не возникает проблемы, куда все это вот. Если раньше там вот пакет образовался, и куда, да, сбора мусора нет, в овраг, под куст или закопать в огород, или просто сжечь в печи, да. То есть все это элементы негативного воздействия на окружающую среду. В целом, за несколько лет по подсчетам специалистов Минприроды объем обрабатываемых отходов должен достигнуть 60%. Но несмотря на начало года, недовольные реформы уже нашлись. За 9 дней 2019-го на территории региона неизвестные подожгли 15 контейнеров для сбора мусора. Все материалы переданы в правоохранительные органы. Губернатор Сергей Морозов потребовал взять данный вопрос на особый контроль, чтобы в дальнейшем пресекать подобные ситуации. Анна Тищенко, новости Ульянской правды.